Всем привет дорогие друзья! Еще хочу порадовать вас интересными статьями пчеловодов. Очередные журналы прочитывая, я нашел очень интересные методы работы с пчелами. Ну и курьезные случаи, так сказать. Итак, уважаемые, маленькие небольшие статейки. Называется в журнале 1962 пчеловодство номер 7. Статейка называется «Рой на кукурузе». На полях совхоза Теренгульский Ульяновской области кукуруза занимает большие площади. Во время ее уборки на силос произошел интересный случай. Механизаторов вдруг начали жалить пчелы. Когда они отогнали трактор с комбайном в сторону, то заметили раскрошенные куски сотов с вытекающим медом. Оказывается, улетевший рой отстроил гнездо на стеблях кукурузы и запас корм на зиму. Вот такая небольшая статейка, друзья. Бывают такие курьезные случаи. Поэтому, если что-то где-то вы заметили, висят соты, снимайте с себя маечку, рубашку или что на вас есть, конечно, чтобы можно было, если обычно это лето. Завязывайте рукава, ссыпайте туда рой и несите себе домой, будет у вас прибыль. Еще одна интересная статейка. Осиное гнездо на улье. Мой сосед-пчеловод длительное время находился на лечении, а после болезни отдыхал на юге. По приезде домой он обнаружил гнездо ос на улье одной семьи. Такое видеть никогда не доводилось. Почему осы построили гнездо на крыше улья, и почему пчелы не помешали такому сожительству, для нас осталось загадкой. Мы решили проверить гнездо пчел. Оно оказалось вполне нормальным. Семья была достаточно сильной, с полноценной маткой, с расплодом и большими кормовыми запасами. Но ведь осы враги пчел, гнездо их поэтому ликвидировали. Здесь прилагается и еще фотография. Я вам сейчас ее покажу, чтобы вы посмотрели, что бывает, когда пчеловод редко наблюдает за пчелами. Вот, обратите внимание, вот это вот гнездо ос, это вот литок, это вот, так сказать, приблизим. Вот видите, вот это вот гнездо ос образовалось, а тут литок, это та крыша под крышей. Итак, продолжаем далее читать интересную информацию. Еще в журнале 62-го года, 08, 8-го, так сказать, 8-й номер, 8-го месяца, один человек описывает способ объединения семей. Часто в пчеловодах происходят некоторые проблемы. То ли после весны матка пропала, надо объединить, обычно маток не хватает. Вот, то ли семья ослабла, то ли отрутовила. Ну, в общем, то ли еще хотят сборный отводок сделать, и это тоже, ну, короче, всегда хотят каким-то образом соединить слабенькую или две слабенькие, или слабенькую с сильной. И вот здесь часто и мне задают вопрос, как объединить. Первая проблема, это надо знать, что пчелы в каждой семье имеют запах свой, и поэтому они сразу же узнают чужих пчел. Сделать нужно одинаковый запах. Вот это вся основная проблема. И в этом способе он описывает, как он делает этот одинаковый запах. Послушаем. Объединение, способ объединения семей, называется статья. Объединение семей нередко сопровождается подсечением маток и пчел. Ну, вот так раньше называли убийство маток и пчел. Бывают даже такие случаи, когда пчел одной семьи полностью уничтожает пчел другой. С 1953 года я успешно пользуюсь простым способом, при котором пчелы, объединяемых семей, не испытывают вражды друг к другу и к чужим маткам. Напоминаю, что пчелы у нас среднерусские, так называемые серые местные. Суть способа состоит в следующем. Обе семьи пересаживаю приготовленные чистые улей. Обратите внимание, приготовленные улей чистые, ну, не обязательно новые, ну, как короче, подготовленные. Не от той семьи, не от той. Это самое первое. В него переставляю по одной все рамки. Во время пересадки пчел окуриваю. Пчелы, возбужденные, как при обычном осмотре, пчелы, оказавшись в новом уле, не чувствуют себя хозяевами и не проявляют враждебности друг к другу. Подчиняясь инстинкту самохранения, они становятся осторожными и не нападают друг на друга. Может быть, из этого правила и будут исключения для каких-либо пчел, но я с успехом пользуюсь им на протяжении ряда лет. При этом я никогда не пользовался никаким способами, особыми мерами предосторожности, как опрыскивание пчел ароматизированным сиропом и тому подобное. Горьковская область. Хочу сказать, что это тот же самый метод, что придать одинаковый запах. Если он прообдымил одну семью, другую, третью, рамку каждой семьи, сначала ставятся рамки одной семьи, потом к ним присоединяются рамки другой семьи. И прокурил рамки дымарем, и все, пчелы набрали меда полный, а им не до драки, потому что у них полные зобики меда, желудки, им нужно, как говорится, наводить в порядок. Пока не наводят в порядок, они все одинаково пахнут. Вот такой метод он использовал. Хочу еще немножко вам прочитать интересные статейки, так сказать. Мне задают часто вопросы такого порядка. Как сделать или переставить рамки с одного формата улья в другой формат ульи? И я вам сейчас прочитаю, точно такой вопрос возник здесь. И немножко расскажу. Я хочу переселить семью пчел из обычного уля в ульи с узко-высокой украинской рамкой. Можно ли поставить в этот улья рамки, повернув их на 90 градусов? Не повлияет ли отрицательно на расплод? Ответ. Можно. Такой поворот рамки заметного ущерба расплоду не причинит. Пчелы вскоре перестроят гнездо, соответственно, новому положению рамок. Переселить семью лучше всего ранее весной, когда еще мало расплода. И есть возможность за лето отстроить достаточный запас новых сотов. Вот приблизительно покажу, как эта вещь выглядит. Это вот рамка стандартная, так сказать. Этот человек хочет поставить на узко-высокую рамку. Узко-высокая рамка вот так выглядит приблизительно. Он берет вот эти стандартные рамочки с этой уликой и ставит в тот улик. Здесь можно спилить это самое, ну, как говорится, вот это плечико. И прибить планочку сюда, чтобы она имела плечики. И он ставится таким образом, как говорится. То есть на 90 градусов. Стояло оно так, на 90 так. 180 кверх ногами, на 90. Это не влияет на расплод и не влияет ни на что. Пчел также работает. Только со временем они этот медок переносят сюда наверх. И здесь более, так сказать, компактное гнездо делают. Вот такой вот ответ, правильный ответ. Читаем дальше. Группа жителей нашего поселка знакомилась с сельским хозяйством Красноярского края. Там они заметили усиленное посещение пчелами цветков картофеля. Могут ли выделять нектар цветки этого растения? Ответ. На цветках картофеля пчелы могут собирать только пыльцу, так как нектара цветки этого растения не выделяют. Обычно цветки картофеля пчелы посещают только в тех случаях, когда в природе отсутствует пыльца других растений. Картофель это такое красноцветное растение, как и помидоры. И поэтому они могут брать и в теплицах берут с помидоров, и вот, могут брать и это самое пыльцу. Еще прочитаем. Прошу разъяснить, продолжают ли нектарники в цветке выделять нектар после того, как на нем поработали пчелы. Ответ. Нектар в цветке скопляется в наибольшем количестве ко времени созревания тычинок и пестиков. И, как правило, он продолжает выделяться до того момента, когда оплодотворится зависть в результате попадания на рельце пестика, принесенным насекомыми пчелами пыльцы и проникновения пыльцевых нитей до семя почек. После этого сразу же или спустя некоторое время нектарники перестают действовать, а вырабатываемый растением сахар идет на питание плода. Одновременно цветок увядает и меняет цвет своих лепестков. Это можно проследить на примере ползучего белого клевера. Вначале, только что раскрывшись, совершенно белые цветки этого растения стоят прямо. А как только опылятся, они перестают наполняться нектаром, буреют, отклоняются вниз. После этого пчелы их уже не посещают. Вот такая интересная информация. И еще есть продолжение вопросов-ответов. Вопрос. Как извлечь воск из прополюса? Вы знаете, мне задали вопрос, когда я выставлял свои видео летом. Один человек говорит, пожалуйста, пожалуйста, скажите мне, что это меня обманули? Пчелы купил в магазине, а он наполовину из прополюса состоит из воска. И вы знаете, пчелы редко когда делают, чтобы прополюс был чисто прополюс. Они подмешивают туда разные составы. Поэтому прополюс надо очищать. Пчеловоды, когда собирают, они собрали, пахнет прополюсом, все сдали. А тот, кто покупает и хочет сделать что-то из прополюса, он должен его очистить, отделить воск от прополюса. Воск и прополюс имеют разный состав. Прополюс это клей, он всегда оседает в воде. А воск это жир, он всегда всплывает. Поэтому его можно разделить. И вот тут ответ такого порядка. Прополюс состоит в основном из смолы, воска и эфирных масел. При нагревании прополюса воск легко отделяется от смолы и всплывает на поверхность, откуда его можно слить. Перетапливать прополюс можно даже так же в кипящей воде. Прополюсная смола соберется на дне, а воск поднимется на поверхность. В обоих случаях воск получается очень ароматным за счет содержания эфирных масел и мягким. Он не пригоден для изготовления искусственной овощины. Поэтому нельзя перерабатывать его вместе с другим восковым сырьем. Лучше всего прополюс на пасеке не перерабатывать, а продавать на заготовительные пункты. Вот такая вот информация, что прополюс не перерабатывать советуют. Но если кто-то купил непереработанный прополюс, пожалуйста, можете использовать такой вариант. Далее читаем. Для предупреждения роения я формировал отводки и ставил вторые корпуса. Однако это не помогало. Пчелы сильно роились. Что сделать, чтобы уменьшить роение? Читаем. Роеливость пчелиных семей зависит от породы, наследственности пчел и от условий их содержания. Наименее роливыми считаются серые горные кавказские пчел. Иногда сильное роение пчел объясняется длительным, близкородственным спариванием маток с трутнями. В этом случае следует завести маток или отводки с одной из лучших отдаленных пасек и вывести от них маток дочерей. Для предупреждения роения следует своевременно расширять гнезда, содержать пчел в объемистых ульях, загружать их строительством сотов, в жару усиливать вентиляцию гнезд, затенять улья от санцепека и своевременно заменять маток. Итак, дорогие друзья, ну естественно ответ коротковатый и тут надо одну сказать фразу, что пчелы все роятся. Наиболее-менее роятся те семьи, где, тут ответа такого не было, я добавляю поэтому, те семьи, где матки этого года. Поясню какой процент. Если вас перезимовали 10 семей, то из 10 семей, как правило, может до 9 семей пойти на роение. Ну такая вот процентность. Если у вас заменили вы маток этого года на 10, на новых маток, хотя те еще хорошие сеяли вас, ну из них можно сделать отводки, они на роение не пойдут. Когда мало пчелы, семья на отводки не идут на роение. Вот. А поставили туда молодых маток с ранней весны, то из 10 семей одна семья пойдет на роение. Поэтому коммерческие пасеки в Америке, в США имеют большое количество семей до тысячи и больше. Что они делают? Они автоматически меняют во всех семьях матки на молодых. И в итоге у них нет проблем. Занимаются они опылением, и мед у них вторая продукция, побочно считается. И поэтому их задача, чтобы пчелы не израились. Если из 1100 семей израилось, то для них это небольшая потеря, потому что 900 целые, и они всегда могут сделать отводки из 900, сотню семей восстановить. Это очень легко. Вот такой ответ. И, конечно же, тоже неполноценный. Это очень много нужно давать информации, чтобы дать более и более конкретный полноценный ответ. Ну, более-менее так подходит к этому ответу, вопросу этот ответ. Так, еще. В конце сентября в семье серых горных кавказских пчел я обнаружил маточник. Неужели в это время семья собиралась роиться? Ответ. Вы наблюдали не подготовку семьи к роению, а так называемую тихую смену матки, которая очень распространена у серых горных кавказских пчел. На родине этих пчел тихая смена маток бывает в самое разное время сезона. Очень часто в незде живут две матки, старая и вновь вышедшая, а затем, после спаривания молодой, старая исчезает. В семье, о которой вы пишете, началась тихая смена матки. Но из-за похолодания пчелы не довели ее до конца. Вот такой ответ. Возможно, что это так. Вопрос. Выставив пчелы с зимовника, я обнаружил в незде одной семьи 13 маточников. Семья до выставки сильно шумела. Почему пчелы заложили маточники в такое необычное время? Ответ. По-видимому, еще в зимовнике в семье погибла матка, уже начавшая кладку яиц. После гибели матки пчелы заложили маточники, не имевшиеся, на имевшемся молодом раз в плоде. И еще один вопрос и ответ. Ответ. Оказывает ли мороз вредное действие на пчелиный мед? Почему иногда мед после оттаивания начинает закисать? Ответ. Для центробежного меда мороз безвреден. От мороза может пострадать только мед в сотах с запечатанными ячейками, в крышечках образуются трещины, через которые он начинает вытекать. Появление трещин объясняется тем, что мед и воск имеют разный коэффициент термического расширения. Оттаив центробежный мед, может начать бродить и закисать только в том случае, если он незрелый. На морозе незрелый мед застывает и в таком виде сохраняется без порчи. Тут два ответа. Если ваш мед выкачанный и он стоит, ну так сказать, центробежный, выкачанный, и он замес в какой-то таре, вот, а потом оттаял, если он, этот мед качественный, то он не забродит и закисать не будет. Если мед некачественный, закиснет после оттаивания, потому что там вода образовалась. Точно так, ответ второй тут выглядит так. В сотах часто в зиму остается незапечатанный мед. Вот. Так вот, на морозе незрелый мед застывает в таком виде, сохраняется без порчи. То есть, он незапечатанный. Про помещение такого меда в жилую комнату он приобретет неоднородную структуру и постепенно забродит. То есть, он не застывает, не замерзает, но также может забродить. Вот. Вот такие вот ответы. Хочу еще прочитать небольшую статейку. Вот, она небольшая. Это цветение желтой акации. Желтая акация отличается обилием нектара и пыльцы. Зацветая в конце весны, вскоре после черемихы и почти одновременно с сиренью, при среднесуточной температуре воздуха около 13-14 градусов. Тепла желтая акация почти не страдает от заморозков. Более чувствительна она к засухе и к суховеям, которые ослабляют цветение, сокращая его продолжительность. Средним по многолетним наблюдениям с 1950 по 1959 повторяемость обильного цветения желтой акации по всему району ее распространение достигает 74%. То есть практически она постоянно цветет. А в условиях континентального климата Татарская, Башкистская ССР, Саратовская, Оренбургская области падает. В более мягком климате западные районы СССР, повторяемость обильного цветения у желтой акации, за тот же десятилетие достигала 90-100%. То есть где севернее немножко меньше, а где и южнее немножко больше. В условиях короткой, жаркой, бедной атмосферными осадками весны восточных и юго-восточных районов Русской Равнины продолжительность ее цветения наименьшая, в среднем около 10 дней. К западу и северу, где весна продолжительная и влажнее, она постепенно увеличится до 15-20 дней. Во влажных черноморских субтропиках и в районе муссонного климата Дальнего Востока ее цветение длится около месяца. В горных районах желтая акация произрастает на различной высоте, и поэтому сроки ее цветения растягиваются. На Алтае в районе массового естественного распространения она цветет дольше и дает даже главный взяток. В зависимости от условий погоды изменяет и сопродолжительность цветения. В отдельные годы даже в одном и том же районе. От недели при сухой до месяца при дождливой погоде. Вот я немножко сейчас скажу, где она обитает, какие районы обитания. Севастополь, Двилиси, Усилабинская, Краснодарский край, Астрахань, Кишинев, Умань, Киевская область, Сарканд, Казахская ССР, Оренбург, Сергеевск, Куйбышевская область, Муратова, Орловская область, Москва, Витебск, Казань, Псков, Благовещенск, Амурская область, Свердловск, Ленинград, Омск, Иркутск, Тобольск, Тюменская область, Шенкурск, Архангельская область, Енисейск, Красноярский область. Вот в этих районах она в основном обитает. Итак, друзья пчеловоды, если у вас есть эти места, то подготавливайтесь и будете иметь мед с желтой акации. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Будем ждать ваших комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok